МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быстрее и эффективнее. Рационализаторское предложение Александра Малышева помогло в два раза ускорить процесс производства заготовок для плетения маскировочных сетей. У меня все-таки образование, у меня инженерная специальность. И были у меня работы на заводе с научной организацией труда. Смеркалка есть такая техническая. И получилось так, чтобы облегчить, повысить скорость, получение заготовок мы начали потихонечку. Сначала мы применили шаблоны. Безумный день или шоу-маст-гоон. Сотрудники производственного объединения «Старт» в рамках благотворительного проекта «Доброй Заречной» выступили на сцене в музыкальной комедии. Это такой душевный порыв, это такое большое, доброе сердце, что, дорогие друзья, вы не просто звезды. Вы звезды, которые горят солнечным светом. Поддержим земляков. Восемь зареченских семей претендуют на победу в конкурсе «Семья русатам». Показали, братья с мамой, надо людям помогать, чтобы жизнь прожить непросто, чтоб прожить ее на пять. И теперь подробнее об этих и других событиях. Рационализация во имя общего дела. Директор управления городского развития и проектной деятельности Александр Малышев придумал, как усовершенствовать производство заготовок для плетения маскировочных сетей для специальной военной операции. В результате процесс ускорился в два раза. С неравнодушным зареченцем встретились и побеседовали журналисты городских средств массовой информации. Немного свободного времени и огромное желание помогать. Александр Малышев – один из активистов, кто развивает городское движение по плетению маскировочных сетей для специальной военной операции. Несколько месяцев назад он присоединился к неравнодушным зареченцам, которые занимаются изготовлением специальных укрывных приспособлений в центре «Ровесник». Я вот ничего не умею. То есть я вот Александр хочу помогать. У меня говорят, что вы умеете? Я ничего не умею. У меня есть руки и желания. Я говорю, ну хорошо, тогда давайте вот к чему ближе вставать. Хотите, плетите, хотите вот нарезайте там заготовки. Александр решил помочь на участке раскроя заготовок для маскировочных сетей. И тут он понял, что процесс нарезания цветных полосок которые крепятся к основе, нужно срочно усовершенствовать. Брали рулон, раскатывали, отрезали ножницами, по линейке отмеряли размеры по сантиметрам, опять разлинеивали, опять ножницами резали. В общем, такой был монотонный, кропотливый труд. Нет, на участке раскроя заготовок для маскировочных сетей не стали применять и серьезные инновационные технологии. Александр Малышев предложил использовать дрель-шуруповерт и электрические ножницы. Надо сказать, что у меня все-таки образование, у меня инженерная специальность, и были у меня работы как раз на заводе с научной организацией труда, все-таки как там смекалка есть такая техническая. И получилось так, чтобы именно облегчить, повысить скорость получения заготовок. Начали потихонечку, сначала применили там шаблоны, потом именно старались механически труд руками заменить, больше там механизировать. Где-то вот сама жизнь там, ну подсказывала то, что вот внедрили вот шуруповерт для намотки катушек. В результате на производство заготовок стало уходить в два раза меньше времени. Электрический нож справлялся сразу с несколькими слоями материала, а шуруповерт быстро и аккуратно скручивал полоски ткани в бобины. Сейчас в центре «Ровесник» неравнодушные горожане ежедневно делают по 4-5 маскировочных сетей. Но на этом помощь для военнослужащих в зоне СВО не ограничивается. В настоящее время ведется сбор для госпиталей, нужные медикаменты и средства на их приобретение. Мы, получается, вот собираем теплые вещи, то есть начиная от постельного белья до пододеяльников и заканчивая как раз с принадлежностью личной гигиены. Либо можно принести в ровесник в департамент образования в ЕРКЦ. Если нет такой возможности, то можно позвонить как раз в ровесник, в штаб. Поэтому телефону 605910 сообщить в свой адрес. Сообщить в свой адрес и оставить контактный телефон. И волонтеры как раз свяжутся по времени, приедут и заберут. По словам Александра Малышева, с каждым днем людей, которые готовы участвовать в плетении маскировочных сетей, специальных камуфляжных костюмов, становится больше. Некоторые горожане приходят на помощь даже после работы, на час или два. Присоединиться к неравнодушным зареченцам могут все желающие. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Рекордную сумму, более 117 тысяч рублей, собрал благотворительный спектакль «Безумный день» или «Шоу маст гоу он». Музыкальную комедию сыграли не профессиональные актеры, а сотрудники производственного объединения «Старт». Постановка создана в рамках благотворительного проекта «Добрые заречные». Немногим ранее заводчане уже направили в программу «Дар во благо» Фонда поддержки городских инициатив выручку осенней благотворительной ярмарки, а это 300 тысяч рублей. Эти средства предназначены для лечения и реабилитации зареченских детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Постановка «Безумный день» или «Шоу маст гоу он» стала юбилейным пятым добрым спектаклем на счету сотрудников градообразующего предприятия. Среди зрителей премьеры были и мои коллеги. Завтра, чтобы каждый привел мне к утру по две звезды, а лучше по три. Не каждый день на планерке в редакции выдают такое задание. Но случилось страшное. Благотворительный марафон, который проводит 13-й канал в городе Запрудном, под угрозой срыва. Приглашенные звезды не смогли прилететь. А отменять такую масштабную акцию никак нельзя, нужно выкручиваться. Так начинается спектакль «Безумный день» или «Шоу маст гоу он». Это благотворительная постановка, созданная сотрудниками производственного объединения «Старт». Вдохновлялась, если честно, днем радио. Несмотря на то, что сам сценарий на самом деле не имеет практических соприкосновений, общее настроение, может быть, диалоги с генеральным директором, то есть от этого отталкивались. Это пятый благотворительный спектакль на заводе и первый после пандемийного перерыва. Он был поставлен по инициативе Совета молодых работников предприятия и продолжает серию акций по сбору средств в фонд программы «Дар во благо». Мы всегда поддерживаем молодежь, молодежную политику и все инициативы, которые идут от наших молодых работников, конечно, всегда оказываются в приоритете. Благотворительный спектакль – это наш не первый опыт. К сожалению, были годы пандемии, которые сделали свое дело и, соответственно, не было таких массовых мероприятий. Сейчас мы к этому возвращаемся. Конечно, это нужно, это важно, это помощь. На сцене есть те, кто уже не впервые принимает участие в благотворительных спектаклях. Александр Новосельцев играл эпизодическую роль в первой постановке. Следующие три пропустил и решил в этом году все наверстать. Ему досталась главная роль – ведущего. Я вообще по натуре не очень злой человек. И ругаться, собирать планерки – ну вообще это не мое. Как говорится, я даже не руководитель среднего звена, я хороший исполнитель. Мне помогали войти в роль. Я прекрасно понимаю в том плане, что как ведет себя человек, когда у него аврал или что-то прям срывается конкретно. Очень приятно то, что Саша внес свою неповторимую харизму. И благодаря ему этот спектакль получился совершенно уникальным. Оказалось, что сотрудники телеканала – сами звезды, не хуже приглашенных. И обычный электрик Паша может выступить на сцене так же ярко и зажигательно, как знаменитый Михаил Харлусян. Коллеги «Электрика Паши» тоже от него не отстали и исполнили в прямом эфире 13-го канала хиты разных лет. Стоит ли говорить, что благотворительный марафон состоялся, а генеральный директор канала остался доволен? То же самое можно сказать и о зрителях в зале. Я думаю, я выражу мнение всего зала, что мы будем и дальше все это поддерживать, развивать. Мы последние все концерты, мероприятия, какие-то праздники заводские проводим собственными силами. То есть вы сами организуете все это. Огромное вам спасибо. Есть у каждого, кто стоит на этой сцене, и у каждого, кто сидит в зале. Это такой душевный порыв, это такое большое, доброе сердце, что, дорогие друзья, вы не просто звезды. Вы звезды, которые горят солнечным светом. Сборы от пятого благотворительного спектакля на производственном объединении «Старт» составили более 117 тысяч рублей. Эти средства будут направлены в программу «Удар во благо» Фонда поддержки городских инициатив для лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Всего несколько дней остается у горожан, чтобы помочь своим землякам одержать победу в конкурсе «Семья Росатом». В состязании, инициированном Союзом Организации атомной отрасли «Атомные города», участвуют 8 зареченских семей. А это ее дедушка Василий Барцев, художник-педагог из маленького уездного города Маршанск, Тамбовской области. С него-то все и началось. Юный зареченец рассказывает о своей семье. Творческая династия Арзютовых участвует в конкурсе «Семья Росатом». Эта инициатива Союза Организации атомной отрасли «Атомные города» объединила жителей 21-го города присутствия госкорпорации «Росатом». Состязание идет по двум номинациям. В категории «Трудовые династии» на победу претендуют художники Арзютовы, а также заводчане Пивоваровы. Почти полторы сотни лет таков общий трудовой стаж семьи Пивоваровых. Уже третье ее поколение трудится на производственном объединении «Старт». Еще одно направление конкурса «Росатом – семья талантов». Здесь «Заречный» представляют поэт, руководитель литературного объединения «Радуга», член Союза писателей России Михаил Кириллов, поэт и прозаик, руководитель молодежной творческой площадки «Зато Арбат» Татьяна Авдеева, а также семьи Малышевых, Дудкиных, Шапаевых и Тарасовых. Показали братья с мамой, надо людям помогать, чтобы жизнь прожить непросто, чтобы прожить ее на пять. Победителями отраслевого конкурса станут семьи, набравшие наибольшее количество баллов. При подведении итогов будет учитываться мнение экспертного жюри, а также количество просмотров, видеороликов участников состязания. Так что поддержать зареченцев очень просто. Нужно лишь познакомиться с их конкурсными работами на YouTube-канале «Союза Атомные Города». Сделать это необходимо до 14 ноября. Сегодня в эфир канала «Заречный» выйдет новый выпуск программы «Ваше право». Герои этой передачи – жители нашего города, столкнувшиеся с различными проблемами и не сумевшие решить их самостоятельно. В поиске ответов на сложные житейские вопросы зареченцам помогают юристы. Сегодня специалисты рассмотрят жилищно-коммунальную тему. За консультацией обратилась жительница Заречного, которая хотела бы получить разъяснение о том, как собственники жилых помещений могут влиять на принятие решений, касающихся определенных видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В прошлом году нам меняли стояки в квартирах, но этот вопрос был решен без нашего участия на региональном уровне. По программе, видимо, которая по времени подошла, есть такая статья «Расходов капитальный ремонт». Вот я хочу узнать, каким образом отследить, куда направляются эти денежные потоки и, может быть, перенаправить на то, что я и инициативные группы считают нужным. Смотрите программу «Ваше право» сегодня сразу после выпуска новостей. Два зареченских педагога представят наш город в финале конкурса профмастерства. Масштабное профессиональное состязание проводится в рамках проекта «Школа Росатома» и включает в себя несколько отборочных туров – заочный, муниципальный, полуфинальный и финал. Напомню, в октябре в 21-м атомном городе участники корпоративного образовательного проекта состоялись муниципальные этапы традиционного состязания воспитателей детских садов и школьных учителей. В Заречном в борьбу за звание лучших педагогов «Школы Росатома» вступили четыре сотрудницы детских садов и два школьных педагога. Победителями городского тура корпоративного конкурса стали учитель школы номер 225 Ксения Дерина и воспитатели детских садов номер 7 и 11 Галина Телятникова и Екатерина Волдырева. Они продолжили борьбу за выход в финал конкурсной программы проекта «Школа Росатома». Полуфинальные состязания состоялись в дистанционном формате. Конкурсанты представили результаты выполнения индивидуальных заданий, полученных за два часа до выхода в эфир. В итоге в десятку финалистов конкурса воспитателей детских садов городов атомной отрасли вышли воспитатель детского сада номер 7 Галина Телятникова и воспитатель 11 детсада Екатерина Волдырева. Теперь им предстоит выступить на заключительном конкурсном этапе. Он состоится в Москве в начале декабря. Цель конкурсов – это поддержка и распространение эффективного опыта реализации в ГОС лучшими педагогическими работниками городов-участников проекта «Школа Росатома» и стимулирование развития кадрового потенциала муниципальных сетей образовательных организаций городов-участников проекта «Школа Росатома». Юные зареченские актеры в очередной раз подтвердили свое высокое профессиональное мастерство. Театральная студия «Орликин» выступила на 21-м Всероссийском фестивале детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы». В Калугу съехались коллективы из Москвы, Самары, Воронежа, Пятигорска, Донецка, Ростова-на-Дону, Рязани и других городов. Творческий форум стал площадкой для общения, обмена опытом, обучения. Кроме конкурсных показов в рамках фестиваля состоялись мастер-классы, творческие встречи и обсуждения. Зареченцы представили на фестивальной сцене спектакль по сказам Павла Бажова «Ключ земли». Премьера постановки состоялась в апреле этого года. Всего за шесть месяцев сценической жизни спектакль успел завоевать награды международного фестиваля театрального искусства «Без крыши». Титул лучшего спектакля по версии экспертного совета, дипломы за лучшие художественные оформления и лучшую женскую роль второго плана, а также гран-при фестиваля. И вот новая награда. С огромной радостью, лауреатом фестиваля «Калужские каникулы» этого года становится образцовая театральная студия «Орлики» за специальный ключ земли. Пожалуйста! Пожалуйста! Кроме того, студийцам вручили дипломы за актерский ансамбль, музыкальное оформление и сценографию спектакля. О спектакле «Ключ земли», о театральном фестивале и о том, чем запомнятся «Калужские каникулы» юным зареченским артистам, расскажет руководитель народного образцового коллектива театральная студия «Орликин» Наталья Кучишкина. Встреча в студии сразу после основного информационного блока. Ну а сейчас немного о спорте. Юные зареченские пловцы стали многократными победителями и призерами всероссийских соревнований. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» успешно выступили на турнире детской лиги плавания по Волжье, который проходил в Саратове. В состязаниях приняли участие представители 36 спортивных клубов из 35 городов. В зареченскую сборную вошли 6 человек. В результате наши ребята завоевали 25 медалей. Одну бронзовую, 10 серебряных и 14 золотых. В числе победителей и призеров Владислав Семайкин, Кирилл Ликаев, Злата и Василиса Леньковы, Виктория Прозорова и Татьяна Жигаева. О калужских театральных каникулах расскажет руководитель театральной студии «Орликин» Наталья Кучишкина сразу после рекламы. Ментай свежемороженый 129,90, сыр «Большой куш» 89,90. Мегавыгода в Скидкино. Заречный, улица Озерская, 13. Здравствуйте, люди добрые! Салям алейкум! Шумбура-та-та! Халил, возьми меня в жены! Нет, Юха, ты из меня всю кровь выпьешь! Спасибо, Лизавета Патрикевна! Но маловато будет! М-м-м, Кадольфий Иванович! Мало! Мало! Вот руки прошлый год защемил! Надо догнать и доказать его! Как можно догнать прошлый год? А? Хотите пополнить семейный видеоархив кадрами вашего ребенка, родных или близких, которые случайно попали в объектив видеокамер телерадиокомпании «Заречный»? Мы ждем вас по адресу. Улица Ленина, 18 Б. Подробности по телефону 60 70 41. Услуга по предоставлению видеоматериала «Платная запись» осуществляется на ваш USB-носитель. Быстрый реактор БН-800 год на инновационном МОКС-топливе. Работа для ликвидации объектов ядерного наследия. Соревнования атомщиков за звание лучших в профессии. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжаются. Мы возвращаемся в студию для того, чтобы встретиться с гостем. И сегодня я с удовольствием приветствую руководителя народного образцового коллектива театральной студии «Орликин» Наталью Кучишкину. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый вечер. Наталья Александровна, если для всех школьников каникулы – это время отдыха, то для ребят, которые занимаются у вас в театральной студии «Орликин», это время возможности заниматься любимым делом еще более активно. Расскажите, пожалуйста, как прошли каникулы у ребят из театральной студии «Орликин». Со старшей группой нашей студии с ребятами мы отправились в Калугу на фестиваль, который так и называется «Калужские каникулы». Это 21-й раз фестиваль проходит, всероссийский. В рамках проекта «Народное творчество детям» проходил он в инновационном центре в городе Калуга. Ну, что там было? Там, ну, кроме фестиваля, показа спектаклей, мы приняли участие в мастер-классах по сценической речи, по сценическому движению, по режиссуре мы, как руководители, приняли участие. Мы гуляли по Калуге, ну, и, конечно же, наслаждались творчеством других ребят, чему-то учились, открывали для себя что-то новое. То есть это было время и показов, и время учебы, и время общения. В общем, плодотворно очень прошли у вас каникулы. Вы сказали, что сам фестиваль проводится 21-й раз. Вы впервые туда попали? Да, мы впервые на этом фестивале. Какую работу возили? Мы возили спектакль, который называется «Ключ земли» по сказам Павла Петровича Бажова. Это, ну, можно сказать, такая новая работа, то есть она еще только-только начинает свой творческий путь, мы ее обкатываем, и вот первый раз мы поехали на фестиваль. То есть с этой работой мы уже принимали участие в онлайн-конкурсе, и у нас уже у этого спектакля есть диплом Гран-при. Теперь еще добавился в нашу копилочку диплом лауреата, или, можно сказать, первая степень победителей. Вообще, вот насколько мне известно, спектакль этот необычен и в том, каким образом он создавался. Вот давайте немножко расскажем. Это очень интересная такая работа у вас. Ну, все спектакли создаются, можно сказать, необычно. Нет какой-то определенной схемы постановки спектакля. Но вы не брали готовую пьесу, вы ее создавали сами. Если в этом смысле, но да, за время нашего существования у нас есть разные опыты работы с материалом, с литературным. И когда делаются инсценировки, когда собираются из нескольких произведений компиляции, как вот это вот в данном случае, когда просто берется пьеса. Вот. Мы подбирали, читали много, советовались с ребятами. А потом уже, как бы соединив весь наш теоретический диспут, скажем так, мы... То есть я села и написала инсценировку. Ну вот. То есть ориентируясь, опять же, не только на свой вкус, да, но и на вкус ребят тоже. Это, конечно, конечно. И мало того, что на вкус, но еще и на возраст. То есть чтобы герои каким-то образом совпадали с возрастом участников. Наталья, что удалось посмотреть в Калуге у коллективов, которые приехали на вот этот фестиваль? Ведь там было много коллективов. Было 13 коллективов. И очень, конечно, здорово, что в основном это классическая литература. То есть мы посмотрели и спектакль по произведениям Тэйфи. Мы посмотрели спектакль по Гоголю Нос. По Хармсу спектакль достаточно был яркий, интересный. То есть здесь экспертный совет все-таки отдавал предпочтение классической литературе. Орликиновцам удалось пообщаться с ребятами из других театров? На самом деле была очень плотная программа. И между спектаклями ребята так как-то соединялись и пытались обмениваться мнениями о спектаклях. Мы знакомились. Было очень, ну, сказать, что это интересно, это, наверное, не то слово. Но запоминающейся, наверное, была для нас встреча с ребятами из Донецка. Вот. Они как раз привезли спектакль по рассказам Тэйфи. И они сразу замечают, что они особенные. Как они воспринимают вообще вот этот фестивальный мир. Они светлые, они какие-то такие настолько открытые, какие-то эмоционально заряженные. Для них этот фестиваль просто как какой-то глоток необыкновенного чистого творческого воздуха. И наши ребята, конечно, тоже от этой энергии они заряжались и понимали, ну, не знаю, вот важность, что ли, вот таких встреч. Вот что вам, как руководителю, дала эта поездка? Какие эмоции, какие впечатления, какие, может быть, уроки? Ну, конечно же, в первую очередь ты смотришь как педагог. Не как мне дала, а именно как нам, как педагогам, что-то позволило узнать о своих детях. Увидеть их немножко в других условиях, потому что условия фестиваля – это несколько другие условия, чем просто на занятиях. Ребята учились самостоятельности, учились отвечать сами за то дело, которым мы занимаемся. Мы были приятно удивлены в том плане, что ребята смогли за очень короткое время, потому что промежутки между спектаклями были просто минимальные. Ни один творческий коллектив профессионального уровня, наверное, в такие бы рамки не поставил бы спектакль на сцену. Ребятам удалось за 30 минут совершить монтировку, световую репетицию музыкальную и как бы не растеряться при этом, а показать еще достойно себя с творческой стороны. То есть для нас это было такое приятное открытие. Да, ребята привыкали к несколько другому темпо-ритму жизненному. То есть когда ты рано просыпаешься, когда ты бежишь с утра пораньше на экскурсию, когда у тебя там дальше показы, просмотры, и когда ты возвращаешься домой после работы именно, и у тебя еще впереди работа. То есть, например, если первый день, ты должен понимать, что у тебя впереди спектакль, надо собраться, надо прорепетировать, даже просто сидя в номере. То есть отдыхать нам было некогда, но это же и классно, потому что актер – это прежде всего движение, это действие, и ты получаешь заряд какого-то нового творческого дыхания, именно находясь в постоянном движении и напряжении. По-другому никак. У ребят какие впечатления от этой поездки? Ну, конечно, так как это их первая поездка, они чувствуют какую-то такую гордость за себя, за своих друзей. То есть не просто за себя, а именно за коллектив. Они эмоционально взбудоражены до сих пор. Это очень классно. Мне кажется, вот этих калужских каникул, этого заряда, вдохновения нам хватит на целый год. До следующих каких-то таких же ярких каникул. То есть вот такие впечатления, такие яркие эмоции, такие поездки для творческого коллектива, они, наверное, необходимы. Да, без них никуда. Я говорю, это своеобразный скачок в росте. И профессионально, вы уже упомянули, что и профессионально ребята смогли тоже позаниматься, были на мастер-классах. Да. Во-первых, у нас был очень сильный экспертный совет. У нас председателем жюри была Татьяна Игоревна Уфимцева. Это известный сценарист, драматург, актриса, киноактриса. И был как раз от нее разбор по поводу написания, инсценировки, что для руководителя и для тех, кто этим занимается, очень важно, очень ценно. То есть редко такие комментарии можно получить. У нас были педагоги с, ну, например, вот Терехов Сергей Алексеевич, это педагог, доцент кафедры музыкального театра из ГИТИС. Был Фокин Игорь Алексеевич, это режиссер, педагог и актер театра Ленком. Вот, то есть это такие корифеи, да. И они давали комментарии, которые, конечно же, они сначала давали нам, педагогам, а мы передавали детям, которые именно направлены не на то, что, ну, молодцы или не молодцы, а именно куда двигаться. То есть было направлено именно на то, что, чем помочь коллективу. То есть, вот, например, даете тему, ну, развивайте ее вот туда или туда, в светлое или темное. То есть какие-то вот чисто профессиональные моменты. Мастер-классы с нами проводили ребята, ну, они молодые были, именно, которые занимаются профессией. Это актеры Калужского драматического театра. Вот, и поэтому то, с чем ребята столкнулись, им было настолько и понятно, с одной стороны, потому что мы, в принципе, даем им то же самое. И в то же время ценно, потому что это же ты получаешь, ну, не от своих педагогов, а от кого-то другого. И именно по тем же схемам, значит, мы занимаемся правильно, значит, у нас правильное направление. Это всегда приятное открытие. В общем, вы вернулись из Калуги, из Калужских каникул, такими одухотворенными, воодушевленными, вдохновленными. Да, и заряженными на новые свершения. Чего ждать в ближайшее время от театральной студии «Орликин»? Ну, сейчас мы готовимся к тому, чтобы подать заявку на театральное при Волжье, пока на региональный уровень. И мы работаем, у нас учебный процесс, впереди у нас много каких-то зачетов, показов наших фестивалей внутренних. Поэтому следите, следите за нашими новостями и, пожалуйста, мы вас ждем, как зрителей. Будем ждать ваших новостей, будем ждать ребят на сцене. И творческих вам успехов. Спасибо, спасибо большое. У нас в гостях была руководитель народного образцового коллектива, театральная студия «Орликин» Наталья Кучишкина. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Почаще ходите в театр. И пусть новости будут только хорошие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»